Александра, ваша победа, здесь словно, большое впечатление на нас происходило, надо ответить с того победа в КИКС на рекламный пункт вашего банка, невольно о вас постоянно говорят, ваша победа постоянно о себе напоминает, поэтому все-таки вот ваша работа спортсменка, при общении людей в спорте, она все-таки заметна, очень заметна, потому что я постоянно работаю, интересуется только наша Александра, привезла еще одну победу, очень приятно, и я думаю, что ваши первые впечатления, послушайте вам слово, пожалуйста, всем еще раз добрый день, снова рада вас здесь видеть на этих местах, спасибо большое за приятные теплые слова, мне на самом деле приятно приходить сюда, не только потому что здесь замечательно и красиво, потому что всегда меня здесь очень рада видеть и всегда так сюда встречается. Ух, что касается чемпионата мира, я уже тоже, наверное, первой с Китарию говорила, что, наверное, это был один из первых чемпионатов, где я на самом деле отдохнула. Отдохнула, конечно же, не психологически или все-таки расслабиться там никто не даст, а именно физически, там, где, как любая, наверное, сова любила поспать, там, где я засыпалась, хорошо отдушила, было время отдохнуть между выставками, я просто хорошо себя чувствую физически. Поэтому, я думаю, вот даже вот эти вот маленькие компоненты дали какой-то тоже результат, который мне нужен в итоге. Я не знаю, может, давайте, когда-нибудь еще спросите, я буду конкретно, да, по каким-то вопросам отвечать. Здравствуйте, меня зовут Амаша Малеевич, я представляю Безидородная воля, поздравляю вас, начальника у вас. Наверное, не спортивный, а такой светский вопрос, не будет сочтиться из-за бестактности, но возить слухи в спортивной, около спортивной среде, в светской среде, о том, что господин Чурков обещал жениться на вас. Я? Да. В ходе слуха, я же говорю, значительная победа, но мы с него-то не спросим, а слухи о свадьбе, правда или не правда? Ну, я не знаю, я таких слухов не слышала, я не понял, скорее всего, и слухи, просто слухи, просто слухи, просто слухи, спасибо большое. Да, я понимаю, что, в принципе, это неинтересно, но моментально, я просто боюсь, что будет свалиться. Может, кому-то, пожалуйста. В первом месяце в Дубайе, Саша, в прошлом году ты впервые стала чемпионкой мира, правда, тогда золото пришлось делить. В этом году два сребра, полноценное золото, которое уже ни с кем не нужно было делить. Какая из побед для тебя наиболее ценная? Ой, просто, в самом деле, очень сложно, потому что я никогда, вообще никогда не сравниваю медаль и победу, потому что каждая победа дается по-своему, по-разному. Каждая для меня хороша. Я первый раз, в чемпионате мира, выиграла золото. Это не может быть нецелым, согласитесь. Пусть кто-то еще второй, третий, четвертый, десятый был со мной, это не важно. Я выиграла золото, это первое. Сейчас я приехала. Я хотела выиграть, я знала, что я могу. Тут уже был немножко другой вариант. Когда я его взяла и поняла, что я смогла, это просто было доказательство себе, что я все-таки могу, что там было не случайно, что это все-таки так. Это тоже для медицины. Поэтому сравнить сложно. Она и та, и другая медали, ну, скажем, оставила хороший след у меня, пока не еще первые. Следующий вопрос. Я бы хотелось бы послать. Ансаня, значит, мне это вот, наверное, самое хорошее, что я не говорил вам, да, что я не говорил вам, да, на этом месте, это касалось игровой рекорды. Скажем, есть ли ты здесь в связи с флалом, а стиль, это флалом, которые выиграли? По крайней мере, я этого не исключаю. Потому что, на самом деле, когда появились костюмы, результаты, мировые рекорды, бились просто, ну, я не знаю, мне кажется, мировых рекордов было больше, чем вообще дистанции. И бились, ну, не то, что там какие-то десятые, сотые секунды, они бились на секунды. Даже таких коротких тресков, там, сто метров, то есть это вообще невероятно. Поэтому, если исходить из такой же логики, то вполне возможно, что в резиновом купальнике я пропыла бы и по мировому рекорду. Ну, что есть, то есть. А на самом деле, это сильный стимул, вот, как победить в августе купальнике, который не оказался на секунду? Ну, конечно, это стимул, я думаю, даже не в том плане, что это, что он был поставлен на резиновом купальнике. Я думаю, просто для его спортсмена побить рекорд мира, это и есть стимул. Тем более, что, как говорится, он не настолько загоранный, что это возможно, реально. К чему мы будем стремиться? Ну, а что касается именно резинового купальника, я думаю, вообще не стоит уже это не перемиряться, потому что, как показывала практика, рекорды, те, которые были поставлены в резине, они уже побиты очень многие. То есть, это на самом деле, реально, это всевозможно, и люди плывут, и нету грани совершенства, скажем, нету вот этого стопа. Поэтому, будем надеяться. Спасибо, корейнейший, пожалуйста, пожалуйста. Саша. Могу продолжать, да? Саша, я тут. Можешь подытожить этот медальный этап карьеры и объяснить причины, по которым ты будешь пропускать чемпионат миров в Барселоне, чем будешь заниматься в следующем году? Хорошо. Подытожить в каком плане? Благодаря чему стали возможны успехи на чемпионатах мира Европы, Олимпиаде, и что теперь? Что теперь с этим делать? Ну, я думаю, что почему? Потому что мы, наконец-таки, вышли на тот уровень, на тот мировой, чтобы бороться и сражаться. А когда ты, наконец-то, чувствуешь вкус победы, мне кажется, хочется еще и больше. Ну, конечно же, работа, 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 я никому еще, скажем, плохого не приносила. Но я думаю, что и хороший, как бы, тандем, и моего тренера, вообще всей команды, которая мне помогала. И второго тренера, все-таки, это тоже немаловажно. Благодаря им, скажем, нашей работе, их желанию, возможностям, все-таки медали есть, и есть такого уровня, такого равня. Что касается, почему я, скорее всего, не поеду на чемпионат мира. То есть это, конечно, неоднозначно, то есть, что нет, не поеду и все. Просто в ближайшее время, как бы, я хочу взять небольшую паузу. Паузу не в том плане, что я прекращаю плавать, там, занимаюсь своими делами. Небольшую плавню, чтобы... Плав... Все равно плаваю, говорю. Паузу для того, чтобы немножко отойти, как бы, от этого прийти в себя, все-таки отдохнуть. Как бы я ни говорила, что я выспалась на чемпионате мира, все равно переживание, нервы, это все равно поматывает, и физически, естественно. Поэтому мне нужен хороший отдых. Плюс я все-таки еще учусь, я очень хочу закончить учебу, поэтому хочу немножко сосредоточить свое внимание на этом. Ну, и жаляться вечной жизнью. Почему бы нет. Если можно, было рассказать в графном агентстве, Сергей Тарфимович. Вот в предыдущем вопросе звучала тема рекордов. Хотелось бы немножко уточнить. В Стамбуле получилось три национальных рекорда остановиться. Не было ли планов бить мировые пристежения? Планки. Скажем, пока в задачи такого нет. Бить мировые достижения. Но, как я уже сказала, что нацеленность есть. Есть куда стремиться, и это все возможно. Я думаю, мы будем работать над этим. К сожалению, просто, скажем, чемпионат мира, там, даже какие-то соревнования по короткой воде проводить только на чем-ли годы, в основном. Поэтому, у нас есть возможность практически как один-два раза в год показать какой-то результат. Но не всегда, в начале года, просто ты находишься в хорошей форме. Поэтому, пока вот рекордов не было. Саша, расскажи, тебе пришлось выступать на чемпионате, в бакураже, в самом спортивном зале, в чемпионатах, в баскетболах, в женский чемпионатах, в баскетболах, в женский чемпионатах. Ну, во-первых, отмечу, что два года назад у нас проходил чемпионат Европы в том же, но я бы назвала это ареной, потому что, по-любому никак, это на самом деле громадное здание, в которое можно трансформировать все, что угодно. И, как мне сказали, что тот бассейн, который сделали, они его сделали буквально за 10 дней. То есть, со всеми трубами, вот этими канализациями, со всеми, ну, это все возможно. Я думаю, что даже вот у нас варенье его тоже можно легко соорудить. Рядом, буквально быть, с этим бассейном, который сделали, построили, был, как бы, открытый бассейн, ну, как бы, четвертаг, открытый бассейн. Его просто натянули сверху тентом и сделали, как бы, разминочную ванну. То есть, мы туда заходили, все, что помогло, тренировались, откопывались, кому что надо было делать. Единственное, конечно, очень холодно было в коридорах, большие сквозняки были, потому что все-таки помещение большое, очень тяжело было обогреть. Только в местах, там, каких-то, вот, общего скопления людей, где спортсмены как бы отдыхали, там, где все массажные столы стояли, телевизоры. Что вот хочу тоже отметить, на этом чемпионате везде практически, на каждом углу стоял телевизор, большой экран, где можно было делать, пока ты идешь со старта, вот, ты пропыл, пока ты дойдешь до разминочной ванны, ты можешь успеть еще два торгового посмотреть, которые там, после тебя. Ну, то есть, на самом деле, очень здорово, потому что не на всех соревнованиях ты имеешь возможность посмотреть соревнования, на самом деле. Здесь у тебя есть возможность, это радует. Вот, и даже вы могли заметить, если смотрели трансляцию, что там 15-метровый телевизор, который стоял прямо вот в центральной части, на самом деле, самой арены, причем с двух сторон, тоже можно было наблюдать, легко и зрителя, и даже спортсмена. Я даже сама, когда пробовала тот же стокомплекс, предварительно, ну, как бы я коснулась первая, я довольна. Я сидела в веселой дорожке и хотела посмотреть, вот, как я пробую, я же не вижу, камера маленькая, неудобно. Так мне даже судья говорит, ну, говорит, иди, говорит, что ты тут видишь, говорит, там люди плыть должны, говорит, мне же интересно. Ну, то есть, тоже очень, ну, очень мне понравилось тоже в этом плане. Ну, не знаю, во всем остальном. А как этот бассейн воспринимается, как бассейн? Ну, я так понимаю, что, как бы, его подняли, да, немножко выше, то есть, убрали некоторые трибуны, для того, чтобы построить всю вот эту коммуникацию со всеми, строгаями, со всеми остальными. Ну, он за это, ну, как бы, для нас, вот, лично, он ничем не отличался от обычного бассейна, который построили, вот, налега, скажем так. То есть, он достаточно, такой, компактный, ну, очень практичный. Вода хорошая? Вода хорошая, да. Даже говорили, что там какая-то специфическая вода, какой-то суперочистки, которая даже просто ниться может. Ну, как бы, вот, та же вода, которая течет как бы из душа, то есть, ну, волшебная просто. Ну, наверное, так, поверим на словах. Ну, пусть будет, да, счастливее. Спасибо большое. Саша, такой вопрос, обычно личный тренер тоже, если бы, в данном случае, когда Владимир он остался вниз, чем он его мотивировал? Ну, и еще такой вопрос, потому что ты уже молодцы, мне просто интересно, на первую тренировку, после чемпионата мира, по объему, сколько он должен быть, как бы, в данном случае, то есть, сколько вы говорите? Ну, хотя бы, какая была там, потому что я там уже была, конечно. Ну, я начну, как раз, с последнего вопроса, я только что, вот, приехала, собственно, с тренировки сюда, но, на самом деле, объем был небольшой, я пробовала просто для ощущения, просто почувствовать воду и, как я себя, скажем, как я вот и в этой воде чувствую, потому что каждая вода, ну, для меня, каждый бассейн, он, он, он отличается от другого. Вода разная, дорожки разные, для меня все и чувства разные, поэтому для меня очень важно в первые дни буквально вот так и расплаваться, просто не напрягаясь, скажем, еще организм каким-то лишним, докладываясь на нагрузку. Тренер, ну, я в команде не одна, у нас четверо девчонок, а так как на чемпионат мира ездила только я, с девчонками нужно было, ну, кому-то быть, потому что они будут готовиться к чемпионату республики к нашему, это будет отбор, как-то такие, на чемпионат мира в Барселоне, а также отбор на университет, то есть олимпийские дни студентов, можно так сказать, и они будут готовиться, они готовятся к этому старту, поэтому сейчас, как бы, ну, уделено внимание в этом плане, потому что я туда не поеду, это уже точно, однозначно, поэтому ей не хочется просто было остаться и проконтролировать подготовку. То есть со мной уже было сложно что-то сделать, потому что все, что могли, мы уже сделали, можно было, конечно, подкорректировать какие-то моменты, но так как, в принципе, мы с тренером друг другу доверяем, мы с ней общались по скайпу, чисто по моим каким-то ощущениям, какым-то вот, скажем, нюансам, могла подсказать, что мне там проплеть, как мне там закупаться или что-то еще сделать на тренировке. Можно, может, в другую сторону, а если можно услышать, что она тебе сказала вообще, или Владимир, или, может, приспортиковала даже, что я хочу отметить, что у нас очень плохо транслирует чемпионат мира, я не знаю, почему он так плохо тренится, я не знаю. Я понимаю, ну, я имею в виду транслировали, соответственно, у нас. Я к тому, что у меня тренер не видела моего заплыва финального. Я понимаю, потому что у вас в серии его выросли. То есть она, в принципе, не видела ничего, кроме моего 50 бат, который там для доброго. Поэтому она говорит с Сашей, мне даже сложно тебе что-то подсказать, потому что я тебя даже на соревнованиях не вижу. Я тебе иногда не знаю, что тебе сказать. Она говорит, я вижу только результат, примерно догадываюсь, так и что там можно отложить, а все остальное, говорит, я... А я тоже, как бы, ну, я, естественно, только какие-то свои личные ощущения объясняю. Она обычно отталкивается от обратного. Если нет такого, значит, все хорошо. Вот. Поэтому она примерно так же и решила по старому методу действовать. Ну, это классно. Классно? Ну, мне за мной понравится. Как ни странно, мне понравится. Спасибо большое. Евгения Живорская, корпоративное издание Борисбанка. После того, как Вы стали нашим рекламным лицом, мы все сотрудники банка следят за Вашей карьерой. Вот. И видим, насколько Вы становитесь популярной спортсменкой. Хотели бы узнать, мешает ли вот эта популярность Вам вообще в обычной жизни? Узнает ли Вас на улице, в конце концов? Ну, так как в последнее время, в принципе, в принципе, почти не бывает, то есть, ну, мне можно сказать, никто не надоел. Я не могу сказать, что мне это мешает. Почему мне это должно мешать? Если люди искренне как-то хотят выразить мне свое, не знаю, какое-то восхищение или просто, что тут они гордятся. Ну, почему нет? Просто, ну, надо воспринимать это по-своему, по-моему, скажем так. То есть, я люблю знакомиться, люблю общаться, для меня это, как бы, вполне естественно. Поэтому, общаясь с каждым человеком, даже даря ему кусочек себя, я беру от него что-то тоже новое, что-то интересное. Поэтому мне это никак не напрягает, а наоборот даже очень радует. Спасибо. И можно чем-то догонку попросить? То есть, вы же знаете, что через несколько дней мы празднуем юбилей, что бы вы хотели пожелать самому крупному банку страны? Ой, я хочу, я хочу пожелать, я думаю, даже не то, что конкретно банку, я думаю, что банку с этим развития, то есть, хороших клиентов и всего-всего-всего. Я хочу пожелать каждому сотруднику, каждому вот человеку именно, чтобы в этом вот, скажем, ну, в принципе, уже так, как Новый год тоже скоро, как бы, это будет и догонка к Новому году, чтобы на следующем году каждый достиг, наверное, того, чего он очень хотел, к чему он очень стремился и, скажем, получил свою медаль, свою жизненную медаль. Потому что для каждого человека в каких-то достижениях, в каких-то своих областях, это будет его достижение. Поэтому хочу пожелать всем удачи, что это обязательно сбылось. А еще... Пожалуйста. А, тут можно спросить. Да, да, хорошо. Проходите, продолжу серию своих конкретных вопросов. Логично, наверное, как вы собираетесь в Красный Новый год, какие, наверное, планы, и, может быть, позволить себе прослабиться как-нибудь, проидеть куда-нибудь. И после Олимпиады вы признавались, что у вас было время и даже возможность попасть на этот концерт в Мадонне. Вы не пожалели силы, сделали это. А вот 21-го числа, в конец света, у нас выступает Марлен Майкл. Мы не планируем, если по сердцу. Он очень удачно приезжает, и я думаю, что его концерт очень актуальный. 21-го числа я буду в Санкт-Петербурге. У нас буквально завтра уезжаем на турнир на призы Владимира Санникова. Поэтому, конец света мы будем встречать уже там. Может, не будет он другой, я не знаю. Будем спасаться, спасать. Спасибо большое. Ну да, да. То есть, согласится Нового года, я буквально тоже определилась, наконец, пару дней назад, что Новый год я буду встречать дома. То есть, кругу своих близких. Так как это уже давно не было, я думаю, что стоит ввести такую небольшую традицию и все-таки отпраздновать ее. А потом уже можно их слабить. Спасибо. Я думаю, что это был такой мега-звезд, посетивший там чемпионат мира. И он стал даже шестикратным чемпионом мира. У нас еще дополнительные медали. Как-то мы практически его дарили. Дарили в публике и детям. Матчика прямо там с облаком. Да. Да. Ну да. Первое мнение, которое я услышала, это был кто-то там, я не помню, кто сказал. Наверное, ему не понравились турецкие медали. Турецкие медали? Да. Что он их раздает направо-налево. Я не видела сама. Я где-то там отвлекалась. Мне кажется, это личное право каждого турецмена делать за своей медалью, что он хочет. Он может оставить ее у себя, ходить на полочке. Может спрятать в том бочке, где кому-то показывать. И вот так по ночам смотреть, потирать только. Может кому-то подарить. Ну, если он считает это правильно, почему нет? Тем более, как сказали, что ребенок, я думаю, будет еще не один год вспоминать его. Может это был его репортаж, нет? А кто его знает? Я боялся мама, когда она достала мобильный телефон, она начала с вами смеяться. Но выигрывала. Ну, пусть будет так. Почему нет? Спасибо. Еще есть вопросы? Видимо. Да. А теперь у вас написано какой-то другой участник. Большое спасибо. Не знаю, так как я еще недавно объявляла такой конкурс, конкурс журналистов все-таки. Ну, не только что на самом деле спортсмены получают медаль, можно и журналистов тоже. Тем более, что ваш труд на самом деле очень важен, ведь то, что вы доносите народу, то народ и кушает, правильно? Ну, это очень важно. Ну, это очень важно. Не сказали, что во многом даже странах СНГ. Я, в принципе, доверяю к ней. Вот. Поэтому, хочу сюда пригласить Сергея Новикова. Я знаю, что у вас есть наш, что у нас есть спорт. Я знаю, что калорийным и зимнимым человеком, которые посередают с миссией. Вот. И я думаю, что хорошим. Телевизор, который, например, смотрит, какой-нибудь фильм, фильм передач, будет еще писать. Спасибо. 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 Хочу большое спасибо сказать. Спасибо. Единственное, что я хочу извиниться, чтобы как-то наши творческие пути, которые соприкосновались и забывали, но теперь я уже некий, могу взять таблиц, когда мы пишем обязательства, что в наступающем году я начинаю что-нибудь напишу или скажу. Интересного круга он проваживает спорта, но если я о нем молчал, это не значит, что я его не люблю, я искренне восхищаюсь и вами, и тем, как вы плакаете еще, может быть, даже больше, как вы проживаете свою замечательную жизнь в Непосейне. Спасибо. Я восхищаюсь вашим наставленным цехом или мотивом. Спасибо вам за то, что вы въезде. Спасибо. 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 Так, у нас есть еще несколько номинаций, где номинации Это самый, самоотверженный журналист. Знаете, я приехала с аэропорта как-то в 2 часа ночи, и тут приехал, я спел в телерадиокомпанию, понимаешь, что журналисты раз, в другой раз захожу в клуб в 2 часа ночи, смотрю, позже сидит, работает, а иной раз на Фейсбуке тоже можно встретить. Так что это очень интересно, очень интересная жизнь. Я бы, наверное, хотела тормой. Я бы хотела оказаться рядом. Я думаю, что всем известен этот человек, который только самоотверженно работает. Аня, конечно же, это ты. Аня Алисович. Я бы говорила, что, в принципе, медали не только для спортсменов, а также для журналистов. Хочу заметить, что это очень эксклюзивная медаль. Сказали, что очень-очень-очень мало заходят. Они должны быть ни где-то на спортсмен купить. Так что... А еще даже... Так что... Вот такая вот секундаль. И следующий такой вот... Есть. Ну, это как раз поднимется к ней. За помощью скотеки. Да. Да. Спасибо. 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 Субтитрым Малом. Спасибо. Спасибо. Я могу принести все это могу, я хочу выразить тебе искренние славы. Благодарность за то, что не хочу к нам никогда поработать в спортсмене, даже маленькие, чуть-чуть. Подарки обязательно просто не красивы. Это всегда доброе трудно, это очень трудно. Спасибо. Есть еще такая очень интересная номинация, как «Сам бы узнать». Интересно, кто же, да? Вот вопрос, кто тут из всех присутствующих больше всего похож на Гарри Поттера? Только если так, да? Кто на последней конференции мне, наверное, задал 958 вопросов, на которых я почти сумелась ответить. Ну, Юрий, конечно же, это вы. Юрий Михайлович. Я хочу сказать, что на прошлом, так, сколько три этого месяца не досталось, но сегодня я не могу вообще. Так что тоже пока вам участвовать. Так что вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Я бы хотела тебе дать это слово, благодарить спортсменов, которые для команды, называются там, частиком управляют терпение, это то, что позволяет расти, прогрессировать. Ну, конечно, спортсменам, конечно, хочу пожелать больше поводов для встречи, это значит больше успехов, да, а поводов для встречи без поводов, вот их можно выяснить. Спасибо. 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 Ну, и последняя, скажем, номинация, как раз, тоже очень интересная. Ну, я просто не знала, как по-другому ее назвать, поэтому я знала, как бы, ну, самый плавательный журналист. Ну, это журналист, тот, который больше всего пишет об лаве, который пишет и очень интересно. И вы знаете, что... Ну, да. Ну, естественно, зовут его Сергей. Сергей Риско-Кристоцкий, пожалуйста. Говорят, что лучше всего права не пишут большие плавцы, но я думаю, что Сергей на руководитель с своими статьями и всем, что он про права на самом деле. Я хочу сказать, что за те 13 лет, что я в журналистике, ни с кем не работал лучше, чем с двукратным серебряным разъемным рядам, двукратным чемпионатами, двукратным чемпионатами. Спасибо. Спасибо. Ну, что ж. Все ингредиенты у нас сегодня. Все награды наше господи-другой. Вы, потому что все остались готовы на секунду, чтобы стимул трудиться. Важно на такое куплище. Важно наше шанс добиться успеха. Вот и Александр. Мы с вами желаем дать вам новый опыт для вас написать. Новый опыт встретить вас здесь, в нашей футболце. Для того, чтобы придется вам в нашей стране. Поэтому, сейчас, мы встретимся, все желающие вам из нашей Александры с фотографией, в технической партнературе. Сказать вам, что предыдущие нас нового желания. Я хочу вас дарить, поздравить всех с наступающим праздником. Оставить все печали, какие-то возможные трудности в прошедшем плане. И с новыми силами, с новыми надеждой, будет вступить в 2013 год. Надеюсь, что 21 число. Вы успешно встретите в Петербурге, а в Минске? Да. Встретим. Я больше надеюсь, что вы встретите в 2022 год. Да. Встретим. Поэтому, будем надеяться, что все наши желания сбудутся, осуществляться. И, привет, наш Александр. Встреча Российской доказала, что талант по внешнему натуре всегда дает результат. Поэтому, аплодисменты на вашей Александре. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Продолжение следует...